Сегодняшнюю журналистику я оцениваю на троечку с минусом, к глубокому сожалению, по причине того, что сейчас, как говорят сами журналисты, невыгодно рассматривать какие-то серьезные темы, сейчас выгодно показывать какие-то жареные факты, писать желтуху сплошную. Много глубоко уважаемых изданий уже потеряли свое уважение, потому что сейчас какие-то совершенно желтые заголовки, которыми пытаются привлечь читателей. Девушки, хорошо если в купальниках, а то вообще без купальников, которые никак не состыковываются с данной газетой. И как сами журналисты говорят, что мы делаем то, что выгодно, есть спрос, и поэтому номера хорошо продаются. Народ не хочет что-то другое, но я считаю, что если бы было меньше желтухи, и народу показывали бы другую изнанку, более что-то серьезное, более что-то детальное, то и мотивация была бы народу покупать газеты, потому что создавали бы искусственный дефицит желтой прессы. А сейчас это не просто дефицит, а, по-моему, перебор уже. И поэтому сейчас надежда все-таки на то, что журналистика станет более серьезной, есть, потому что действительно сейчас выпускается много хороших журналистов, много хороших профессионалов, но которым, к сожалению, не дают работать, потому что им навязывают свои определенные условия, писать только про то-то, тут-то. Нет фактически какой-то свободы действий, свободы печати, то, что не дают рассматривать какие-то серьезные темы. И в последнее время хочется все меньше и меньше давать какие-то интервью, потому что даже страшно давать, ты этого не говорила, переврут так и напишут такое, что единственное, говоришь, а зачем, а почему так, я же такого не говорила. И не интересует, допустим, как ты там написал столько книг, какой путь ты прошел, а самое главное, ну, как-нибудь вытащить какую-то изнанку, какую-то грязь, это ей трясти, ну, это, конечно, низ, как бы, в основном они перенимают, как бы, это у Запада, только они не, учитывая то, что все-таки у Запада это значит, что много и серьезных зданий, которым непозволительно желтая грязь, а сейчас, к сожалению, многие российские здания, они больше запачканы вот этой грязью, чем каким-то серьезными материалами. Продолжение следует...